Друзья, всем привет! И сегодня у нас очередной ролик, который нам прислал Денис Корякин. В данном случае у нас с вами очередной рекорд. И это не какой-то там такой просто рекорд, а это рекорд, реально рекордный рекорд. Денис поднялся на высоту более 10 километров, без каких-либо проблем, без каких-либо неприятностей. Просто поднялся, заснял для нас красивый видос и спустился обратно. Вот сегодня я вам и хочу его показать. Погнали! Первонаперво хочется сказать, что в этот раз Денис полетел уже на литий емкость. Он собрал сборочку из 12 аккумуляторов. У него получилось 4S3P аккумулятор с общим объемом ячеек около 9-9,5 А. То есть действительно очень-очень большая емкость, а вес такой сборки весьма небольшой. Аккумулятор по концовке выглядит следующим образом. То есть это аккумулятор достаточно пухленький, завернутый в такой полиэтилен, пенопласт, я не знаю, как называется это материал, для того, чтобы тепло не выходило наружу и чтобы холод не проникал внутрь. Благодаря ему коптер может спокойно брать хорошую высоту, и при этом аккумулятор не страдает от того, что снаружи слишком холодно. Температура внутри остается оптимальной. Кроме того, мы учли все ваши пожелания, которые вы просили в прошлый раз по поводу безопасности полетов и так далее. В этот раз Денис уехал за город и стартует в этот раз не со своей крыши, как он привык это делать, а подальше от города. То есть под коптером в данном случае ничего не будет, кроме одной-двух проезжающих машин за все это время. А в целом, то есть абсолютно безопасно. В ситуации же сверху контролируют два других человека, один стоит на рации, контролирует, что передается в эфир, а второй человек мониторит через флайт-радар на всякий случай, даже несмотря на то, что в этой области самолетов, по идее, нет, и мало ли кто-то заглянет в эту область, будет ли пролетать мимо, и ребята об этом узнают сразу. Ну а теперь давайте приступим к самому полету. Приятного просмотра. Кроме того, друзья, вы очень сильно просили узнать температуру наверху, и в этот раз мы добавили несколько строчек в код INAV, и теперь у нас с вами справа внизу, смотрите, есть температура. Датчик достаточно инертен, поэтому сейчас только вытащили из машины, он показывал ноль. Но как только мы поднимаемся и проходит какое-то время, вообще температура за окном минус 10 примерно, поэтому вот он уже потихонечку за минуту примерно опустится до этого значения, а после этого потихоньку с высотой будет опускаться все ниже и ниже, а когда мы вернемся, будет показаться снова примерно минус 10. Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, в этот раз мы можем посмотреть справа вверху, сигнал практически не колеблется. Все время 95-99, связано это в первую очередь с тем, что Денис переключил мощность на Crossfire на 2 Вт, поэтому динамически мощность увеличивается вплоть до 2 Вт, хотя и не всегда это нужно. Кроме того, он использует в этот раз патч на земле, то есть патч на передачу. При таком раскладе связь действительно просто идеальная и по-другому быть не может, несмотря на то, что антенна стоит вертикально, и они взлетают вертикально с собой, поэтому условия для антенны, которая стоит на коптере, не самые лучшие. Кроме того, Денис так и не поменял до сих пор свою перебитую антенну на Crossfire. Давайте поэтому напишем в комментариях, чтобы Денис наконец заменил антенну и летал не на 2 Вт, как сумасшедший и жарил яйца, а на 500 мВт, например. По поводу видеосвязи тоже стоит упомянуть, что используется обычная 5,8 ГГц система на 500 мВт и обычный приемник, который вставляется в очки. Но, правда, антенны хорошие от RU-RC, ссылочки, конечно же, будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок И вот последние метры перед высотой 10 км. Этот на самом деле 10 км. это очень, очень высоко, особенно для такого маленького аппарата. Я бы даже сказал, что это просто невероятная высота, практически немыслимая для такого маленького коптера, практически маленького гоночного коптера, несмотря на то, что на пропеллерах он слегка больше, чем стандартный. То есть 7 дюймов против 5 или 6. Тем не менее, на такой высоте у нас отлично выловит связь. То есть RSI управление между 80 и 90 скачет, то есть, в принципе, сигнал очень хороший. Видеосвязь идет, конечно, с помехами. Очень много, конечно, там теряется в атмосфере, но в целом здесь картинка читаема, очень хорошо все видно. Денис продолжает лететь вверх, он достиг того, что хотел, но тем не менее, 10,2 км он берет высоту и после этого начинает уже потихонечку спускаться. Как видно, из батарейки было потрачено на подъем примерно 6,5 ампера из 9 доступных. То есть, в принципе, можно до 11, до 12 даже, в принципе, долететь, если там все еще есть воздух. Поэтому надо это, конечно, проверять, но пока, в принципе, 10 км, я думаю, хватает. Но коллеги зарубежные, которые утверждали, что на высоте 5-6 км нету воздуха и пропеллеры неэффективны, мне кажется, слегка ошибались. И на самом деле, лететь можно. Главное, подобрать для этого оптимальный конфиг, подобрать для этого аккумуляторы. А так-то, в принципе, все возможно. Я думаю, Денис подождет какое-то время, посмотрит, пока, может быть, как-то рекорд кто-то его побьет, а потом слетает еще выше. Тем более, он сейчас собирает стрижа дальнолета второго на более легкой раме, которая поднимется гораздо выше и будет намного эффективнее, чем этот тяжелый коптер. Кстати, для интересующихся и любознательных, смотрите, температура на такой высоте приблизительно минус 48 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok Поскольку запасу по аккумулятору реально очень много, Денис пытается по всеми возможными способами сократить время доставки коптера домой. Он иквер ногами летит, но это на самом деле не самый быстрый способ. И боком пытается лететь, и под углом слегка пробует разные варианты, смотрит, что из этого получится. Продолжение следует... Вот такой вот был полет на 10 с лишним километров, действительно достаточно большая высота, и ребята с ней спокойно справились, поднялись наверх, посмотрели, что там происходит, сделали классные кадры и вернулись обратно без каких-либо происшествий, без какой-либо драмы. В целом, что нужно сказать, высота это абсолютно достижимо, никаких проблем с достижением этой высоты нет, это обычный, самый обыкновенный коптер, который может собрать в принципе каждый, но вопрос в другом, зачем это нужно. Мы просто показываем, что возможно, как это работает и чего можем достичь современными технологиями. К счастью, в последние несколько лет развивается стремительными шагами, все дело, всякие различные полетные контроллеры, уменьшение электроники, удешевление ее, кроме того, становится более эффективной винтомонторная группа и так далее. И вот наш экран статистики, смотрите, максимальная скорость была почти 100 км в час, максимальная дистанция 1,3, всего пройдено 6,3 км, ну потому что он туда-сюда летал, пока смотрел, поворачивался и так далее. Минимальная батарейка 11,5 вольт. Максимальный ток был 40 ампер, что вполне, в принципе, прилично, когда давали газку, потрачено было 7,5 ампера, и максимальная высота была достигнута 10,2 км. По времени заняло это все 26 минут, ну и плюс в конце позирования перед камерой еще минуты-полторы. Кроме того, Денис в фотошопе насобирал скриншот на целые панорамы, поэтому у него теперь есть шикарные панорамы, если вас интересует это дело, обращайтесь к нему, и вы получите просто невероятные панорамы, очень редкие, на самом деле, действительно, там редко бывает камера. Вот такой вот был видос, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики. Кроме того, у Дениса будет полная версия этого ролика, без всяких вставок, без монтажа, просто от начала до конца в HD-качестве, очень классно для тех, кто хочет насладиться видами. На этом все, пока.